Здесь все достаточно просто. Стандартный для всех меню файл, с помощью которого можно открывать, создавать новые документы, либо их сохранять и импортировать. Дизайн из скетча, Figma или Adobe XD. К слову, скетч доступен только под macOS. Далее, меню Edit, в котором стандартный для всех функции. Копировать, вставить, удалить, выделить, все. То никого этим не удивишь. Здесь есть приятная опция вставить с интерактивными, собственно, какими-то триггерами, либо воткликами. Тут уже зависит от того, что вы копируете, то есть какой элемент и с каким интерактивом. То есть, например, если у нас есть какая-то кнопка с триггером Tab, сейчас это не важно, она как-то там двигается, то я могу просто сам слой скопировать. И с помощью сочетания клавиш, вот этим, то есть Command-Shift-V, я могу вставить сразу с интерактивными триггерами и откликами. Дальше у нас самое интересное меню Insert. Самое интересное, потому что в нем находятся вообще все элементы, в том числе и интерактивные, то есть триггеры и отклики, которые ты можешь, в принципе, создать в Protopay. Ну, например, Tab, двойной Tab, переменные сцены и тому подобные вещи. Но об этом, как я уже говорил позже. Меню Object содержит функции, с помощью которых можно создать группу. В Protopay это называется контейнером, собственно, группу из каких-то элементов, и в том числе разгруппировать ее, или выровнять, или распределить элементы по артборду, или в группе вертикально, или горизонтально относительно друг друга. Меню View отвечает за отображение различных кусков интерфейса. Например, мы можем отключить панель слоев, или интерактивную панель, и все в таком духе. Далее, меню Run, в котором запускаются прототипы. В основном этот пункт для мобилок. Чтобы прототип запустился на твоем мобильном устройстве, нужно установить мобильное приложение Protopay. Это очень важно. На самом деле, к слову, Run Protopay это просто перезагрузка прототипа. Вот так вот. Меню Windows, по сути, оно управляет всем окном приложения. Здесь, на самом деле, ничего интересного нет. Меню Help, в котором лежит, если у вас Windows, справка, информация о лицензии, проверка обновлений. А на устройстве Mac, OS, эти пункты вынесены будут в заголовок, название программы. То есть, вот они. Ниже панель инструментов. Вообще, она частично повторяет все меню сверху. Отличие только в том, что разработчики Protopay вынесли часто используемые функции, в визуальное представление. В данном случае, это импорт. Опять же, из Adobe XD, Figma или Sketch. Вставка картинок. Вот она. Каких-то медиаресурсов. Это могут быть видео, звуки, либо сенсор камеры твоего мобильного устройства. Дальше у нас два вида шейпов. Это прямоугольник и круг. Текст. То есть, текстовый слой. Либо input. Для того, чтобы ты на мобильном устройстве, в зависимости от контекста input, вводил какие-то данные. Ну, например, текстовый input, либо input пароля или цифровой. Все в таком духе. И последний пункт. Это контейнеры. Это те же самые группы. Либо это scroll контейнеры, либо для создания пейджинга служит контейнер. В том числе. В принципе, вне зависимости от того, какой ты создашь, это будет, собственно, на выбор у тебя любой из этих типов. Дальше у нас управление размерами. То есть, типами и размерами устройств. Потому что здесь можно сразу привлечиться в зависимости от мобильной платформы, десктопной или кастомный размер. Далее, менеджер сцен. Мы можем добавлять кучу сцен разных. Либо удалить их без подтверждения. Это очень важно. Либо просто потянуть и изменить порядок. Двойной клик изменяет имя. И эта иконка дублирует всю сцену со всей графикой и интерактивными элементами. Дальше у нас создание триггера из этой менюшки. Превью. То есть, оно включает и отключает превью экран. Девайс. Это для того, чтобы, если у тебя установлено мобильное приложение ProtoPay, здесь ты можешь отсканировать QR-код и увидеть, какие устройства подключены. И, собственно говоря, неважно, если ты сканируешь, либо подключаешь по USB-проводу, здесь будет список устройств. Run, как я уже сказал, он, по сути, просто перезагружает прототип. Для того, чтобы загрузить в облако, тебе нужно сохранить файл. И здесь, собственно, менеджерить. То есть, отсюда можно заходить на сайт с дашбордом, где у тебя будут прототипы. Дальше, что хочется сказать. Ниже всей вообще этой панели инструментов есть панель слоев. То есть, если я насоздам всякого, я могу здесь, собственно, управлять панелями. В этой панели слоями. Дальше у нас панель для создания переменок, для работы с динамическими какими-то данными или свойствами. Здесь у нас canvas, то есть, по центру у нас canvas или рабочая область, в которой можно перемещаться, если нужно зажать пробел. Чтобы приблизить или удалить, если у тебя есть мышка, то зажать control и крутить колесо мышки. Если же ты как я, и у тебя ноутбук, и нет мышки, то на touchbar используй жест pinch. Это когда ты двумя пальцами как бы растягиваешь и стягиваешь пальцы для масштабирования. Другой вид управления всем этим это control или command плюс ноль. Он ставит canvas на стопроцентное отображение масштаба прототипа. Command или control плюс и минус. И это отдаляет или приближает наш прототип, соответственно. Также масштабирование можно контролировать с помощью двух вот этих кнопок. Напротив, кстати, этого контрола будет кнопка, то есть вот здесь напротив. Кнопка будет device frame. Ну, если ты прототипируешь под iPhone X, собственно, здесь device frame отключает рамки и челку устройства. Я верну сейчас назад. По сути, что касается canvas и артбордов, это все. Справа от canvas находятся две панели. Первое для создания интерактивных каких-то взаимодействий. Как я уже говорил, это tab, двойной tab и так далее. А еще правее это, собственно, свойства. Контекстные. Это могут быть свойства какого-то элемента, либо свойства интерактивных, то есть триггеров или откликов. И последнее, пожалуй, что самое важное в интерфейсе, это окно превью, в котором, собственно, будет отображаться прототип. Из этого окна ты можешь записать видео по клику на эту иконку, изменить скорость воспроизведения твоего прототипа, то есть скорость анимации. Дальше включить-выключить автоперезагрузку прототипа. Ну, например, когда ты меняешь положение объектов и прочего на артборде. Здесь в дополнительном меню у тебя есть следующие опции. Отображать это окно поверх всего остального, то есть любых других окон. Показывать подсказки на интерактивные элементы, если ты в случае не понимаешь, куда кликать, он тебе подсветит элементы. Смена типа курсора, стач на стрелку и наоборот. И в целом все. Ну, эта иконка, она постоянно перезагружает прототип. Теперь ты знаешь интерфейс ProtoPay. Переходи к следующему уроку, в котором ты уже научишься импортировать графику в ProtoPay из скетча. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...